Моя проповедь Это называется «Возгревать свою веру». Я начинаю с первого, второй послания к Тимофею, первая глава, с пятого по седьмой. «Приводя на память нелицемерную веру твою». Это у Тимофея была такая вера. «Которая прежде обитала в бабке твоей Луиды и матери твоей Евники, а уверен, что она и в тебе. По всей причине, то есть по причине того, что у тебя такая вера была, напоминаю тебе, чтобы ты возгревал дар Божий, который в тебе. Седьмой стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы, любви и целомудрия». Что интересно, это то, что в жизни время от времени человек особо не обращает внимания на свою веру, на свое хождение с Богом. Не то, что он становится неверующим, но как-то его вера становится теплой, даже холодной. Хождение с Богом – все правильно, но уже без сердца внутри. Как будто читаем Библию – все верно, но нет огня внутри. Как будто мы молимся и ожидаем, как положено, и даже правильные цитаты из Библии, но при этом нет жизни. И последовательно, Бог на такие молитвы не отвечает. Вернее, нет ответов, нет реакции. Толкаешь, толкаешь – ничего не меняется. Просишь, просишь – ничего не выходит. Потому что нужно возгревать веру свою. Бог желает, чтобы мы были горячими. Скажите «Аминь». Потому что атмосфера, когда все делается правильно, когда все как бы ничего плохого, но ничего не горит, ничего во мне нету огня, это та атмосфера, которая самая благоприятная для дьявола. А вторая характерная черта, которая появляется, это человек начинает чувствовать себя отсоединен от Бога. В христианской жизни становится скучно, обыденное, вроде все делаю правильно, но от этого нет ни радости, ничего. Как толка истина, Слово Божьего не так сильно на нас влияет, дьявол тут же начинает на нас влиять сразу. Никогда не бывает момент, что на меня не влияет ни Бога, ни дьявол. Такого нет. Или ты горишь в Боге. Если не горишь, даже если не в курсе, но дьявол уже приземлился где-то. Поэтому единственная защита, надо гореть все время. И особенно своя вера надо оживлять. Скажите со мной, аминь. А что бывает, когда нет огня, человек не горит, и все делает правильно? Это называется религия. Важно, чтобы наша вера все время горела. И вот если вы заметили, там, где мы читали про Тимофея, говорится, что начало происходить с Тимофеем. В 7 стихе, 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. «Ибо Бог дал нам духа небоязни». Первое, что появилось в жизни Тимофея, признак того, что не горит его вера, это был страх. Это первое, что пришел. Страх. Заметите, когда мы в страхе, наша душа подавленная. Ты не наилучший. Ты во время страха. В страхе тихучий вариант себя. Неважно, какой страх. Страх ошибаться, страх что-то не будет, страх отвержения, страх там то, страх то. Любой страх, оно делает тебя душевным инвалидом. Ты не тот, кем ты мог бы быть, если бы ты был свободным от страха. Второе, что мы видим, говорится здесь в 8 стихе. «Итак, не стеди свидетельство Господа». Второй признак, что вера охладела. Он начал стыдиться свидетельства Господа. Господа Иисуса. Почему он начал стыдиться? Оно не крутое. Он, наверное, крутился в обществе современном тогда и говорит об Иисусе, выглядело, как будто он не умный, он не образованный, он не цивилизованный, он не интеллигентный. До этого, это для Тимофея было не вопрос. Ему было все равно, что о нем думают. Он об Иисусе смело говорил, а тут вдруг он как будто проснулся. Это же не так интеллигентно, это же не так круто, что скажут обо мне. Это признак того, что его вера охладела. Дальше. Говорится здесь в 8 стихе. «И не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узники его». Раньше Тимофей хотел с Павлом руководку, чтобы все знали, что я и Павел, мы одна армия, одна команда. А тут он начинает еживаться от него. Начинает уходить. Каждый раз, когда ты начинаешь убежать от Божьих людей, это признак того, твоя вера нуждается в реанимации. Поэтому, единственное, что почему Павел потом написал Тимофею это письмо, потому что это начало разрушать его призвание. Обычно, мужи Божьи, они видят много чего, но не молчат, как Бог, понимаете, как подсказывает там какие-то подсказки с целью, чтобы человек как-то поменялся, как-то улучшался. Но когда уже начинает угроза, да, на предназначение, тогда Павел включился и говорит, нет, Тимофей, нужно по-другому. Поэтому очень важно, чтобы, и он говорит в 8 стихе, говорит, но страдай с благовестием Христовым. То есть, Тимофей начал не видеть смысл, зачем надо страдать за Иисуса Христа. Зачем? Поэтому, заметите, что Павел увидел, Павел заметил, и Павел начал давать корректировку Тимофею, а при этом сам Тимофей не пришел к Павлу, сказать, Павел, у меня такая проблема. Иисуса Христа. Иисуса Христа. это называется Божья любовь. Когда тебе лидеры подсказывают в чем-то, даже если ты говоришь, а я же такое тебе не говорил, не надо, просто меняется и точка. И Бог тебя за это благословит. это был ключ успеха господина Тимофея. Он стал одним из главных служителей Нового Завета. Потому что он умел слушать подсказки, которые ему давали, независимо от того, от него взяли информацию или нет. И вот возникает вопрос, пастор Генрис, ой, а у меня вера такая, нуждается в том, чтобы как его возгревать, вернуть в жизнь. Я вроде цитирую Библию, я вроде исповедую как надо. Но почему не гореть? Вот давайте я хочу попробовать быстро очень дать вам, как это делать. Первое, если мы хотим возгревать нашу веру, нужно вернуть в свою жизнь почтение к Богу. Заметите, вера это вера в Бога. Это не вера в обстоятельства, это не вера в судьбу, это не вера в погоду, это вера в Бога. Получается, если я верю в Богу, но нету почтения в моей жизни к Богу, моя вера обязательно забуксует. Не потому, что Слово Божие неверно, не потому, что проповедовали неправильно, а потому, что внутри сердца твоего есть унижение тому, унижение того, от кого все должно прийти. Поэтому, естественно, надо, чтобы было внутреннее почтение к Богу. Когда мы говорим почтение к Богу, мы имеем виду, какую ценность ты даешь Богу. Исайя 29, глава, 13 стих. И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстает от меня, и благоговение их передо мной есть изучение заповедей человеческих». Смотрите, эти люди чтили Бога. Они чтили Бога. Но чем? Устами, жертвами, а сердце далеко. Опасность для христианина делать все правильно без сердца. Потому что делать все правильно без сердца, равняется, ты ничего не сделал. Оно не только перед Богом, но и перед людьми. Оно не только для отношения с Богом, но оно и для отношения и с людьми. Вопрос возникает, как чтить Бога. Потому что если нет почтения к Богу, наша вера мертва. Да, мы можем на собрание ходить, слушаем проповедь, но все равно мертва. А возникает вопрос, как чтить Бога. Мы, как церковь, самое первое, самое первое и простой метод чтить Бога, это учиться поклоняться Ему. Даже Библия говорит, он ищет поклонников. Скажите, Бог ищет поклонников. Заметите, человек, который поклоняется Богу, он не просто поет, он не просто слова, мы чтим Бога. А если ты чтишь Бога, Бог почтит тебя обязательно и благословит тебя. Есть такая честь, которая от Бога. из-за того, что ты чтишь Его. Скажите со мной Аминь. И вот получается, что когда мы поклоняемся Богу, это очень важно. Если мы смотрим, вот Псалом 28, 28 глава, Псалом, Библия говорит, первые два стиха. воздайте Господу, Сыне Божий, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благоговенном святилище Его. Когда тебе нечем заниматься, поклоняйся Богу. Когда ты устал молиться, просто ходи и поклоняйся Богу. Господь, я люблю Тебя, я поклоняюсь Тебя, Господь, Ты дорогой для меня, Ты очень важен. Удивительно, я это много раз делаю в жизни, удивительно, даже когда у тебя в душе все не так, когда начинаешь поклоняться, просто поклоняться, не обязательно молиться, иногда не надо воевать всю жизнь, иногда нужно просто поклоняться. Когда человек поклоняется Богу, ощущение отдыха появляется. Сверхъестественное, божественное утешение наполняет твое сердце. И, как ни странно, мир приходит, покой, дополнительное то, чего до этого не было. Научись чтить Бога твоим поклонением. Номер два. Как чтить Бога? Чтить Бога надо также своими телами. Наше тело тоже должно чтить Бога. Первое посланное Коринфянам, шестая глава, Библия говорит так, 19 по 20 стих. Не знаете ли, что тело ваше суд храм живущего в вас святого духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, который суд Божий. Тут есть миф большой, который живет в христианстве. Многие христиане считают, что куплено их дух. Вот дух Божий, а тело мое, это мое, что я делаю? Нет. Оказывается, тело ваше не ваше. в день, когда вы сказали Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом, вы отдали Богу свой дух, свою душу и свое тело. Иногда люди используют свои тела в чести Господа Бога. Они используют тело, которое куплено Богом, которое его для позора Господа Бога. Я не знаю, вы меня понимаете или нет. Если я сейчас вам дам подарок, вот этот, от меня подарок, и вы берете этот же подарок, и вы используете без чести от меня, я скажу, Господи, я же тебе дал мой этот, от меня этот подарок. И вот поэтому получается, что многие люди, не понимая, они бесчестят Бога своими телами. И потом спрашивают, а почему я бьюсь за прорива и нету прорива? А потому что нужно, чтобы твое тело пришло в положение, когда оно чтит Бога. Вы знаете, что когда человек чтит Бога, он может ничего громкого не делать? Просто от того, что он чтит Бога, начинает в его жизни много благословений. Притом он ни громко не молился, ничего особенного не делал. Он только делал одно, чтил Бога. В своем теле и в своей духе. Почему? Смотрите, Бог говорит Иисусу Новину. Иисус Новин, да, Моисей умер. Ага, ты переведи этот народ. Так, и что надо делать? Получается в этом слове день и ночь. В оригинале называется размышлай. Теперь я перевяжу для вас. Занимай свою душу словом моим. Если твоя душа будет чем-то другим занят, ты не будешь успешен во всех путях твоих. Поэтому одно из главных вещей, что Павел говорит к Римлянам в 12 главе 1-й 2-й стих. Он говорит, Итак, умолаю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше, жертву живую, святую, благоугодную Богу, до разумного служения вашего. То есть твое разумное служение тело в жертву. Это говорит, как я тело в жертву? Мне не нравится. Оно не твое это тело. Обращается к тебе хозяин тела. Это он обращается к тебе, что я купил его, он работает вот так. Второе, душа говорит, в 2-м стихе, говорится, и не сообразуйтесь веком всем. То есть ты должен кардинально менять веком всем то, что в мире, но в мире так мы были раньше. И поэтому меняйся, потому что если не делать, не поменять, душа твоя будет занять тем, что в мире и дьявол всегда будет иметь доступ к тебе. Независимо от того, насколько ты кричишь, что Иисус мой Господь. По одной причине душа твоя занят его теориями, его чувствами, эмоциями и настроями. значит мы чтим Бога нашими телами и нашей душой, нашими эмоциями. Номер три. Как чтить Бога? Притч 3 главы 9 стих Библия говорит, Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих и наполнятся житницы твои до избытка и точила твоя будет переливаться новым вином. Смотри, что этот человек сделал? Он чтил Бога. Точила наполнился, все наполнилось только от одного. Он чтил Бога. Он больше ничего не делал, не кричал, не прыгал. Он просто почтил Бога. Так, чтобы вы поняли, вопрос почтения для Бога большое дело. Наша вера не может гореть, если нет почтения к Богу. Помните, даже если вы больше ничего не делаете, да? Вы просто чтите Бога. Вы пошли на новогодние вечеринки компании и все с ума сходят, но вы решили мое тело чтить Бога. Поэтому я сохраняю свое тело здесь. И больше ничего не делать. И может даже не Библию не цитируют ничего. Вы просто верующий и вы ничего не умеете. Поверьте мне, Бог вас благословит только за то, что вы чтили Его. Вы видите ситуацию, где ваша душа может вовлекаться во что-то и вы убегаете, потому что вы знаете, что ваша душа через этого будет путаться, потом выходить тяжело. Бог вас за это благословит. Даже если вы больше не постились, не молились, просто душу свою защитили. За это Бог вас благословит. поэтому важно, чтобы мы чтили Господа. Мы хотим оживлять нашу веру. Скажи, моя вера нуждается в оживлении. Скажи, самое первое, мне нужно оживить почтение к Богу. Номер два, если мы хотим оживить нашу веру. Мы с вами понимаем, что такое вера. Вера это уверенность в невидимом. Мы знаем это все, но поскольку мы все знаем, почему она не работает. Надо ее оживить. Второе, что надо, если мы хотим, чтобы наша вера сработала, нужно убрать закупорки. Опять слово такое, но ничего, но впечатляющее. Убрать закупорки, блокирование всяких и заторов в жизни. А вера сама поработает. Если мы хотим, чтобы наша вера ожила, надо убрать закупорки. Второй Тимофей 1.3. Павел пишет Тимофею, напоминая ему. Он ему говорит, Тимофей, благодарю Бога, которому я служу, от прародителей с чистой совестью. Скажите, чистая совесть. Вот что такое я убрал закупорки? Это значит, у меня перед Богом, перед собою, перед людьми совесть чиста. Я думаю, почему Павел так трудится так много? Оказывается, он позже пишет, говорит, моя совесть чиста, все, что я должен был вам передать, я передал. Ничего не оставил, что я должен был передать. Когда он хотел пойти спать, совесть, ты это не передал, это еще не передал, это еще не сделал, это ты еще, а, да, и вот это внутреннее желание, чтобы было правильно сделано, как надо, закупорки, блокирование, затори, все убрать, у Павла оно двигало его, и оно должно двигать и нами тоже. Скажи это амин. Чистый совесть. Важно, чтобы мы убрали все блокировки, а не глющать твою веру. Какие бывают блокировки? Особенно они на душевном уровне, обиды. Обида это похоже на то, что я пью, человек пьет яд с надеждой, что умрет сосед. Это я должен повторить всегда. Каждый раз, не важно, что сделали, у меня украли машину, да, у меня сделали то, у меня сделали то, обида это яд, который ты пьешь с надеждой, что умрет бывший муж, умрет сосед, умрет сотрудник, умрет он. Нет, они останутся, 13 зарплату получат. Обиды нарисуют тебе мир, где другие люди, чуть ли не демоны, хотя они прекрасные люди, и у них у тебя хорошие мысли. Но обиды перекрасили. Второе, это непрощение, они рядом. Обиды, непрощение очень рядом. Душевные разрушающие связи, чувство мести. Чувство мести, это то, что двигает дьявола. Вы знаете, что когда Бог выгнал его с неба, в нем кипит месть. Вы знаете, что есть люди, которые выходят замуж не по любви, а по мести, чтобы мстить. Правда, обидно быть мужем человека, а за тебя вышли замуж только потому, что она хотела мстить кому-то. Быть чьей-то женой, думая, что ты любимая, а на самом деле нет, просто на тебя женились, потому что это была месть кому-то. Вы не представляете, дьявол движимый месть. Он хочет мстить постоянно. Почему он на верующие наезжает? Он мстит Господу. Месть это производство сатаны. И где бы месть тебя не пыталась, откажись. Даже когда эмоции кипят, даже кричи нет, пусть скажут ненормальный, зато сохранить себя в жизни. Три. Мы хотим, чтобы наша вера была жива. Надо учиться говорить. Но с острым этому не надо вам сказать ничего. Но вера умирает, когда она не говорить. Она перестает быть горячей. Когда молчим, все время наша вера умирает. Знать, верить во что-то молча недостаточно для победы. Надо, чтобы говорили. Хочешь быть горячим верующим, говори об Иисусе. Говори Евангелие. Говори обетование. Говори ожидания твои. Кому надо говорить? Первое, говори Богу. Два, говори самому себе. Три, говори другим. Если мы не говорим, мы теряем нашу веру. Возможно, это правда, что неделю тому назад ты верю это, оно было живо. Но твое молчание в течение недели сделал, чтобы твоя вера перестала быть. Ее уже нет. Она разгревается тем, что мы говорим. Когда мы говорим Богу, это называется молитва. Найди время для Бога и молись и говори Ему. Когда говори самому себе, это исповедание. Когда говоришь неверующим, это евангелизм. Когда говоришь верующим другим, это свидетельство о том, что делает Бог в твоей жизни. На любом уровне большая полза от того, что ты говоришь. Но не молчи о твоей вере. Скажи, я говорю. И последнее. Общайся с горячими людьми. Не надо общаться с теми людьми, которые убивают твою веру. Надо, чтобы ты общался с людьми, которые после общения с ними хочется перевернуть не только ларьки возле Академии городка, а весь мир. К евреям 10 глава Библия говорит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви к добрым делам. Знаете ли вы, что одна из наших функций как верующих это вдохновлять друг друга в нашей вере, в добрые дела. Живи в атмосферу людей, которые вдохновляют тебя к доброте, к вере, к Богу. Уходи из веры и окружения людей, которые тянут тебя вниз, в разрушение от Бога, в греш, постоянно тебя уводят. Уходи от таких людей, оно тебе не надо. Твоя жизнь дороже, чем отношения с ними. Твое предназначение важнее, чем отношения с ними. Твоя судьба призвания от Бога гораздо больше, чем хранить это пятиминутное отношение. Оно не так дорого, но ты жертвишь большой самого себя. Нужно общаться с людьми, которые молятся за тебя, которые вдохновляют тебя, которые помогают тебя, чтобы ты вошел внутри себя и нашел лучшего, что в тебе, и ты его проявил. Скажите амин. Поощряйте других людей к добрым делам. И, пожалуйста, будьте в кругах, где вас поощряют к улучшениям себя, к добрым делам. Проведение каждого фестиваля Иисуса это приобретение тысяч людей для Царства Божьего. Это становится возможным благодаря жертвенности партнеров миссии Христос для всех городов. Скажи аллилуйя! Аллилуйя! Это человек не разговаривал с рождения. Иисус Господь. Став партнером или сделав одноразовый финансовый вклад, вы станете участником в Божьем деле. педагоги подав господь